Минская главная магистраль города. Кругом школы, детские сады, колледж. С начала учебного года сотрудники ГАИ усилили контроль. Водители в светлое время суток должны ехать с включенным ближним светом фар. Нарушителей много. Воправдание, забывчивость, спешка или уверенность, что пронесет. Да, нарушил, ехал без ближнего света фар, хотя он тоже знал, что проходит вот эта акция. Ну, бывает иногда, не обращаешь, мне очень такие вот. Потом приходится штраф платить. А впервые нарушать? Да, первый раз только остановили за подобное. Выходишь, часто садишься в машину и забываешь свет включать. А знали, что акция проходит? Знал, да. Дети у края проезжей части для водителей – настоящий сигнал опасности. Порой они нетерпеливы и несмотрительны, поэтому часто перебегают дорогу без оглядки. Дневной свет фар – способ привлечь их внимание. Безопасность детей в первую очередь ответственность родителей. Научите ребенка простым, но таким важным правилам. Переходя дорогу, нужно убрать телефон, снять наушники и посмотреть по сторонам. Самое главное – убедиться в том, что машины пропускают. Возьмите ребенка за руку. Это напоминание все чаще можно встретить возле учебных заведений. Все для того, чтобы путь в храм знаний был безопасным. К слову, в обновленном ПДД, которое вступит в силу уже с 22 сентября, акция закрепится на постоянной основе. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в размере до трех базовых величин. С начала текущего года на территории города Бобруська дорожно-транспортных происшествий, подлежащих учету с участием детей, зарегистрировано не было. К ответственности с начала акции привлечено уже больше ста человек. Госавтоинспекторы обращают внимание и на наличие бустеров. Этот пункт ПДД только за неделю нарушили 47 водителей. Помните, автокресло сокращает смертность детей в авариях аж на 70%.